здравствуйте друзья год назад мы сделали я считаю совершенно замечательную запись подробный подробный разбор заявки для участия в лотереи green card тогда это было деви 2019 я полагал что мы сделаем новый разбор заявки этого года 9 2020 но поскольку они практически не отличаются никак то я подумал что нужно просто старое видео вывесить заново с тем чтобы привлечь внимание тех кто хотел бы посмотреть очень подробно как все это делается поэтому вот вашему вниманию предлагается запись здравствуйте друзья мы с вами сегодня очередной раз последний в этом году смотрим как заполнять форму участника лотереи green card dv 2019 нас тут двое на линии с вами это я михаил портнов и такой нас приглашенный гость это денис денис является администратором модератором форума говорим про вес и как бы поднаторел по этой части поэтому вот я его попросила он любезно согласился с нами сегодня побеседовать и мы сфокусируемся сегодня на том как бы какие ошибки люди допускаются как их избежать и ну вот может быть кто-то воспользуется еще три недели осталось до конца подачи заявок это будет 22 по моему ноября да да так точно до 22 ноября и вот мы на этом сосредоточимся у нас есть страница я я надеюсь что каждый человек который захочет эту страницу найти он ее найдет вот просто напишет там деви лотере там еще что-нибудь вот я взял в highlight выделил синеньким url ну и мы начинаем с того что нажмем на кнопочку begin только денис скажите пожалуйста вот у меня субъективно такое впечатление что вот читать инструкции и как-то бессмысленно эти все инструкции продублированы там по тексту или или все-таки там есть что-то что важно прочитать до того как ты начинаешь но в любом случае всегда следует я думаю все-таки ознакомиться с инструкцией но есть нюанс в том что даже на сайте лотереи вот на странице инструкции указано что единственной официальной версии является англоязычная версия то есть никакие переводы они ну не могут служить источником информации таким достоверным окончательно и более того насколько я знаю до сих пор русского перевода инструкции к 9 2019 так и нет да и некоторые жалуются и говорят вот но украинском есть на русском нет как же так а на самом деле надо пользоваться английским это единственно надежный способ безусловно ну и плюс наши видео мы же мы же рассказываем теперь вот этот фото тул если у человека есть какая-то фотография и он готовится таскать к процессу он должен сначала в этот тул пойти сделать фотографию а потом зеленую кнопочку нажимать или вот как какой порядок действий несколько если человек чувствует себе силы и готовит фотографию самостоятельно этот фото тул вот как я например я его даже не открывал для подготовки своих фотографий то есть я сделал самостоятельно фото фотошопе и и подготовил ну нужные размеры там все обрезал как надо сохранил вот я в этот фото фото тул даже не ходил и насколько я знаю у многих есть проблемы с запуском этого инструмента поскольку он построен на технологии flash а в современных браузерах во многих в хроме вот в частности flash по умолчанию заблокирован то есть там предлагает сохранить файл этот себе на компьютер а запускаться он не будет прям браузере мы там надо идти в настройки и разрешать именно flash для запуска этой утилиты и вот с точки зрения тех дискуссий которые ведутся по поводу фотографии в частности модификация возможная фотографии то есть вот скажем обрезать ее в фотошопе как бы не не проблема а вот например изменить фон вот допустим у вас есть какой-то он там не нравится вам фон взяли сделали беленьким в этом есть нарушения но по поводу фото это один из самых обсуждаемых вопросов вот на данный момент там на форуме 282 страницы по этому поводу именно касательно только до 9 2019 я считаю так но это мое мнение она в принципе базируется на каких-то официальных источниках но нет единой позиции вот высказаны что вот фон трогать нельзя такого никто не говорил нельзя трогать изображение непосредственно вот головы голову трогать нельзя фон в принципе многие специалисты считают что там какие-то поправки яркости контрастности то есть бывает фактура на фоне там например на фоне обоев сфотографировали какие-то рисунок мелкий в принципе мне кажется это мое личное мнение я не могу в этом случае выступать таким экспертом что это можно сделать то есть если не затрагивается контур головы то фон трогать можно но вот я после того как все это изучал и разные мнения и самое главное я прочитал то что официально написано то написано официально что контур головы трогать нельзя даже написано что можно вот этот red а и красный это самый глаз тоже ответственные фотоаппарата то есть нельзя убирать красные глаза если это фото уже скинулись фотоаппарата с флешки у вас на компьютере вот это нельзя то есть если механизм ну механизма работы с красными глазами есть реализован самом фотоаппарате это можно использовать если это сброшено на компьютер уже никакие правки касательно вот лица глаз но и частей это уже недопустимо а просто там где я читал там на этот счет не было указания никакого ну хорошо значит да еще знаете что насчет бороды вот все спрашивают мое понимание фотографии с бородой было таково что в общем то ничего страшного даже если у тебя была борода от избрил ее и пришел на интервью брить это тоже как бы можно вот вот что его на форуме на отсчет ну давайте операции все-таки не на форум больше официальные источники них по поводу бороды ничего не говорится единственно что возникают вопросы каким образом отмерять расстояние вот при наличии бороды то есть что считать высотой головы там потому что для высоты головы указаны определенные границы там от 50 до 69 процентов это хорошая те найти конец подбородка мы тоже такой вопрос я не знаю как на него ответить потому что если такая борода лопатой а вот про очки мы знаем что начиная с этого года очки нельзя а вот скажем серьги у женщины надо снимать или как нет и даже более того в примерах фотографии которые указаны как годные для соответствующим требованиям там есть фотографии женщины с серьгами главное чтобы вот эти серьги бывают они такие мута африканских племен например которые могут ну очень большие затрагивать контур головы опять же хотя бы часть лица закрывалась серьгами ну хорошо давайте мы фото отдали должное и движемся тогда вот на начало этого дела нажимаем зеленую кнопочку он должен меня спросить настоящий ли я или липовый м м вот я пишу маленькими он берет сразу все он сам все делает заглавными hr всего четыре буковки хорошо говорим садмит вот давайте мы начнем с фамилии это ластные метод это фамилия по-русски что можно начудить с фамилией ну тут сейчас нету такой ремарки это в инструкции по моему что требуется паспортное написание значит для стран большинства бывшего ссср где язык национальный на кириллице базируется здесь возникает вопрос какое написание все таки вот транслитерация так называемая как выбрать вариант потому что в интернете множество источников предлагают по-разному написать фамилию латиницей значит прежде всего если у человека есть действующий загранпаспорт то нужно фамилию брать вот точности как указано в этом загранпаспорта если загранпаспортов несколько например но бывают люди граждане там двух государств например украины россии то нужно просто определиться в какой паспорт будет предпочтительнее вклеивать визу в случае выигрыша и опять же брать написание из этого паспорта то есть не страны от которой ты играешь а вот страны в которую нет ну да конечно это же сплошь и рядом когда человек родился в одной стране живет в другой стране гражданином является третьей страны тут в данном случае имеется ввиду именно паспорт на написание паспорт гражданином который страны вы являетесь с которым будете въезжать сша да интересно теперь значит это если есть паспорт если паспорта нет если паспорта нет опять же можно ориентироваться но вот в россии в украине беларуси во многих странах есть опубликованы нормативные документы с таблицами транслитерации на основании которых оформляются национальные загранпаспорта это не государственная тайна не какая-то все известно в открытых источниках эти таблицы есть там просто идет простая замена каждую букву кириллицы заменяют на соответствующую комбинацию букв латиницы отлично просто можно посмотреть этот источник и руководство с цием а если двойная фамилия там зиновьев краснощекий там через черточку так и пишем да как паспорте да хорошо first name вот как может у человека не быть черт что это значит вот но first name вот это как но в наших постсоветских реалиях я не знаю таких случаев чтобы человека не было имени то есть это скорее всего учитываются какие-то там традиционные традиции каких-то национальности но это не относится хорошо значит тоже first name пишется вот как пишется а какие вопросы вообще люди задают вот что может смутить человека он может сказать там вот у меня там три документа и там по-разному написано например но да такое бывает но опять же если есть какой то вряд ли все три они действующих документов например я по себе могу сказать у меня несколько загранпаспортов первый из них был оформлен еще там французский вариант написания был например букваша она не с эйч писалось а си эйч вот но это уже старые документы недействительные на них ориентироваться не стоит то есть опять же вот есть паспорт действующий если он то берем оттуда если нету действующих документов куда можно вклеить визу смотрим как в вашей стране в стране вашего гражданства оформляются загранпаспорта по каким правилам это все пишется и и свидетельство рождения берем имя до имя свидетельство рождения и просто его транслитерацию делаем у некоторых бывает что нет паспорта загранпаспорта но национальное свидетельство рождения но уже сразу содержит латиницу тогда вполне можно использовать этот вариант а вот такой вариант человек говорит у меня паспорта нету но у меня есть например кредитная карточка там банковская карточка что-то у них есть и вот там как-то написано я понимаю что в банке могут писать совсем не так как пишет паспортном столе но вот это можно как-то использовать или это не нехорошо нет нельзя не банковские карты не даже водительское удостоверение у нас сейчас оформляется латиницей использовать то есть только паспортное и по правилам оформления паспортов отлично вот насчет имени кстати часто ошибки вот умудряются делать как-то путают last name first name то есть например вот никакой зиновьев иван написали а пишет иван зиновьев и потом при проверке результатов не могут получить статус своей заявки узнаете вот поэтому надо обязательно сохранить потом вы даже если вы ошиблись страница подтверждение confirmation page где ваш номер будет и посмотрит но потом можно увидеть сразу перепутали вы или нет по тому порядку слов какой будет там на этих да но указано останется подтверждением хорошо теперь вот middle name в техническом смысле у нас ни у кого middle name нету у нас есть отчество которое не является middle name как бы в американском сказать понимание этого дела но все-таки вот некоторые пишут middle name я могу сказать что я как человек который получает за год там десятки номеров социального страхования и green card и на наш адрес ребята потом забирают я могу сказать что там на очень многих не всюду пишут с отчеством а где ну это опять же хороший пример вот то что вы сказали что где-то на green card есть middle name где-то нет значит выигрывают как указывая его так и не указывает то есть да не указать middle name в качестве в качестве middle name не будет являться ошибкой то есть мое мнение такое что middle name это не отчество более того в наших вот в российских загранпаспортах кириллицы указывается полное имя там иванов иван иванович латиницей указывается просто иванов иван отчество не пишется латиницей поэтому я считаю что новым middle name вполне законно можно галочку поставить и следовать дальше несколько лет назад вот раевский когда он вот это это поле значит характеризовал он сослался на инструкцию которые есть для консульских работников то есть это никак не связано с лотереей напрямую но если бы там при консульскому работнику то у него инструкция такая что если у человека в паспорте отчество написано латиницей то внести его в middle name а если кириллицы то не вносить можно следовать такой позиции то есть но я не видел честно говоря ни одного например российского паспорта в которых хочется было указано латиницей ну и отлично тогда мы ничего не пишет говорим но middle name все это очень подходит для людей с бывшего постсоветского пространства джендер но раз у нас иван то он мэйл это мужчина фима это женщина все понятно а бывает что здесь путаются вообще и правда вот были случаи я думаю любые ошибки которые можно придумать они случаются оптимистично да хорошо значит бёрст дейт в принципе значит тут как бы показано что они хотят месяц двумя циферками день рождения двумя циферками и год четырьмя циферками этот это вот та нотация которая тут есть поэтому я даже не а бывает или чуть путают тут вот можно что-нибудь напутать даже уже в этом году на форуме были случаи а вот здесь во первых насколько я помню именно с этого года нововведения что дата идет в американском формате в начале месяц потом дата этом день вот если например человек родился там условно говоря 3 января то он может вписать месяц себе 03 до 01 вот и я не знаю тут как-то не очень они удачно сделали конечно по моему проще было бы выпадающий список сделать чтобы например тот же месяц там от 1 до 12 нельзя было вписать например 13 вот вы сейчас можете вписать до 13 потом при попытке уже перейти на следующую страницу он будет ругаться с точки зрения юсабил эти вот как мы в тестировании программного обеспечения изучаем там где можно сделать из списка надо делать из списка да хорошо они не не следовали стандартам так идем дальше значит так и давайте я закрою тут у меня email чтобы он не так не конфликтовал значит теперь город где ты родился какие основные вот проблему людей возникают но первая самая проблема это трудности перевода то есть пишут что город где вы родился я не в городе родился я в поселке родился что мне тогда указывать здесь указывается не конкретно город а просто населенные пункты причем населенный пункт исходя из данных свидетельства о рождении то есть самый главный документ для этого пункта это свидетельство о рождении не паспорт там не что-либо еще а именно вот свидетельство в котором смотрим населенный пункт и соответственно существует опять же несколько позиций по поводу вот городов населенных пунктов которые были переименованы значит кто-то говорит что нужно указывать новое название актуально на данный момент кто-то говорит что нужно указывать старые название свидетельства и через черточку указывает новое название я лично придерживаюсь такой позиции что здесь указываем вот ровно то что указано свидетельство о рождении то есть если у вас там написано какое-нибудь там село Макеевка, даже если оно сейчас называется Ивановка, все равно пишем Макеевка. Это большой город, вообще-то, да. Ну, я так, что в голову пришел, что вы, вот. Или тоже там Ленинград, Санкт-Петербург. Если вы родились до 91-го года в Ленинграде, то Ленинград и пишите. Давайте напишем так, давайте напишем Комарово Ленинградской области. Но ведь они нам говорят... Комарово, оно не является ли частью Ленинграда? Нет, нет, я там был. Административный, я имею в виду. Это область, это Ленинградская область. Но вопрос вот в чем. Они говорят, не вводи район, там, вот эти все эти административные отделения, не вводить только населенный пункт. Очень часто говорят, а вот я в таком-то районе. Говорит, не лезь. Вот, говорит, дай только населенный пункт. Тут еще один бывает нюанс. У некоторых ребят на форуме, опять же, спрашивали, свидетельство о рождении, там указан именно район. То есть там какой-нибудь Кукуевский район какой-то области, не указан конкретный населенный пункт, указан только район. Вот, то есть на самом деле, насколько я понимаю, вот именно эта ситуация как раз и попадает под тот случай, когда вот внизу галочка стоит, в принципе, оно. Да, да. То есть не надо писать вот этот район, который свидетельство о рождении, а просто ставьте галочку и следуйте дальше. Ну, я думаю, при этом не будет ошибка, если район написать. Ну что же, в документе же так написано, что теперь? Ну, опять же, если читать выше, то там написано, не вводите район. Да, да. Вот, и некоторые бывают еще, там какие-то номерные, например, совхозы. То есть совхоз номер там 1, 2, 3, 4, 5 указан местом рождения. Тут, причем совхоз, ну, не полностью совхоз написано, а S-H. Такой вопрос. Ну, если человек родился в городе Дрездене, в семье советского военнослужащего, значит, у него свидетельство вообще с точки зрения страны рождения и место рождения, вот ему выдало свидетельство рождения не немецкая, там, администрация, да, ГДРовская, а выдало свидетельство рождения, наверное, советской военной комендатурой. И там, может быть, даже написано Дрезден, правда? Там, может быть, написано Дрезден. А может быть, написано воинская часть какая-то, и мы не знаем где, но, правда. Но он не может играть от Германии, забегая вперед. Ну, опять же, есть несколько мнений. Во-первых, есть прецеденты успешного прохождения интервью, получения виз с советскими свидетельствами рождениями, выданными гражданам, которые родились вот в западной группе войск, то есть, ну, на территории Восточной Европы. То есть, они играли от этих стран? Они играли от Германии, Чехломарии? Да, со своими документами, выданными советскими органами, без верификации какой-то немецкими государственными органами. Их не обидели, как бы? Их не обидели, да, но они проходили интервью у нас, то есть, либо там Москва, Киев, ну, соответственно, на постсоветском пространстве. Я не знаю точно, как отнесутся к такому документу, то есть, что родился в Германии, свидетельство о рождении советское, при прохождении интервью, например, в Западной Европе, в Париже, например. Хорошо, идем дальше. Значит, страна рождения. Я вот, поскольку последние месяца полтора очень вовлечен в это во все, я прихожу просто в изумление от того, сколько вопросов может возникнуть по счастью страны рождения у людей. Да, это, наверное, второй по популярности вопрос на форуме. Так. А, ну еще образование лидирует, да. Вот, значит, тут я просто не понимаю, на самом деле все вполне очевидно, то есть, страна рождения, какие могут быть варианты. Но начинаются разговоры о том, что родился, например, в Азербайджане, гражданство у меня в Беларуси, а живое вообще в Польше. От какой страны мне играть? Ну, так сказано же, страна рождения. И при чем здесь Польша и там гражданство, если это идет речь о рождении? А говорят, а я родился в Азербайджане, но через два месяца меня увезли в Армению. Неважно. Ну, я... Свидетельство о рождении. Опять же, открываем свидетельство о рождении и смотрим, где родились. Вот, все, больше ничего не надо знать. Ни гражданство, ни национальность, ни место жительства, ничего. Просто вот страна рождения. Потом дальше, ну, есть такая уже практика, исследуется статистика по количеству выигрышей от разных стран. И, значит, ну, известно, на самом деле, это нигде не афишируется, официально такая информация не проходит нигде, просто на основании статистики. Так. Получены данные о том, что Украина, Узбекистан и уже вот с прошлого года Россия, они, ну, несколько обижены количеством выигрышей. То есть там выигрыши обрезаются. Я извиняюсь, это не связано с тем, что они исчерпывают лимит, вот этот 7%, который дается на одну страну? Нет, 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 7% это уже идет визы, а это количество выигрышей. То есть выигрышей можно иметь и 10 тысяч, а это никак не связано с тем, что этим 10 тысячам выдадут не больше определенного количества виз. То есть там, видимо, из-за того, что и Украина, и Узбекистан, они очень генерируют очень-очень много заявок, в том числе там фирмы-мошенники посреднические дают такое количество, решили, что, ну, чтобы они просто не доминировали, чтобы не перетягивали на себя все европейское одеяло выигрышное, будут решили, что до определенного числа, там где-то в районе 4500 выигрышей публикуются, а дальше просто эти номера не открываются. То есть европейские номера есть большие номера, а Украина, Узбекистан и, в частности, вот, ну, в меньшей степени России, дальше выигрыши просто не показываются, не открываются. То есть, когда говорят, что вот играть от Украины и Узбекистана, об этом пишут много, что от них играть как бы меньше выгоды, да, то есть меньше шанса, это просто некоторые наблюдения, это не то, что вот где-то опубликовано официально или там как-то вот так. Но это, да, это анализ официально опубликованной статистики. Понял, то есть такой неофициальный анализ официальной статистики. Да, то есть получается, что, ну, в принципе, по правилам, все европейские страны, они как бы в одной корзине лежат и просто вытягивают эти выигрыши. Но на самом деле получается, что от Украины еще потом, вытянув выигрыш, надо смотреть, большой номер или маленький. Маленький номер, case number, будет опубликован, что он выиграл, а большой номер просто его также получит информация о том, что заявка не отобрана. Вот, ну и возвращаясь к заявке, значит, вот в связи с тем, что сказано по поводу Украины, Узбекистана и России, если у человека есть супруга, ну или супруг, соответственно, который родился в иной стране, вот не в этих трех, то, может быть, имеет смысл выбрать и указать страну рождения супруга своего. То есть, если, например, муж родился в Украине, а жена родилась в Беларуси, то обоим имеет смысл указать... Беларусь. Да, Беларусь, но только не страной рождения, естественно, я говорил с ним, а страной, от которой подаются заявки. То есть, страна рождения, она, безусловно, остается своей. Вот, давайте тут тонкость некоторым. Значит, когда мы говорим про страну, от которой мы играем, вот говорят так, я слышал такое мнение, что если ошибиться в стране, от которой ты играешь, но в рамках, скажем, европейского региона, то как бы это не имеет никакого значения, ты выиграл, выиграл, никто тебе не цепляет. Вот если ты взял из другого региона, вот тогда там идет дисквалификация. А если в том же регионе, то нет дисквалификации. Например, вы написали вместо России, написали Германия, а потом выиграли, и... А, ну это тоже в Европе, ладно, там, бог с ним. Вот как с этим? Это так, и это официально указано в руководстве для консулов, но там есть такая оговорочка. Это не ведет дисквалификации тогда, когда ошибка в стране не дает вам никаких, ну, преференций. То есть, когда выгоды вы с этого не получаете. А когда получаете? Где выгоды? Если вот это Узбекистан, Украина, Россия или что? Ну да, вот в частности в этом случае. Вот, ну, в последние годы этого не было, а несколько лет назад было такое, что, например, Украина, она, вот, ну, назначается интервью, там, визабилитен выходит, и для Украины шли отдельные номера от всей Европы. То есть, Европа там шагала в ногу, а Украина была отдельным номером, там, числилась. И если, например, ошибиться, так, ну, в кавычках ошибиться, если у вас нет права играть от других стран, кроме Украины, но вы, например, указали, что родились на Украине, а страной, от которой подается заявка, вставили, например, там, Беларусь, то эта ошибка при определенных условиях может быть в вашу пользу. Вот, и в этом случае может быть дисквалификация. Я понял. То есть, скажем так, злоупотреблять не надо вот этим. Да, лучше уж, что есть, то и указывать. Хорошо. Вот, когда говорят, мы переходим к позиции шестой, страна, от которой ты играешь. Говорят так, что, ну, вот, допустим, ты не хочешь играть от Украины, потому что ты знаешь, что там шансы снижаются, но, у тебя родители, например, из, я не знаю, там, откуда, из Беларуси, и ты говоришь, а вот я бы тогда хотел играть по стране родителей, а не по своей собственной. И правило, которое здесь, вот, кстати, оно написано, что если твоя страна не играет, тут написано, да, если ты родился в стране, которая не eligible, тогда смотри, как можно еще играть. Некоторые понимают это так, что даже если ты играешь от страны, которая играет, родился в стране, которая играет, но родители у тебя из другой страны, то можно выбрать еще и по родителям, а не только по супругам. Значит, вот как с этим? Ну, та ремарка, которую вы выделили, она не говорит, что нельзя в других случаях. То есть, если, тут указано, что если ваша страна не играет, вы можете, но не написано, что вы не можете, если ваша страна играет. Вот. На самом деле, в том же руководстве для консулов прямым текстом написано, что заявитель вправе выбрать какую-то альтернативную страну рождения, но из имеющихся возможностей, если сочтешь, что ему это каким-то образом выгодно. То есть, например, те же родители. Но там с родителями есть сильное ограничение, то есть, далеко не всегда можно указывать страну и участие в страну рождения родителей по причине того, что, во-первых, оба родителя, никто из родителей, не должен родиться в той же стране, что и вы. То есть, если, например, человек родился на Украине, мама его родилась в Германии, папа родился тоже в Украине, то уже от Германии подавать заявку нельзя. Потому что и отец, и заявитель родились в одной стране, в Украине. Вот. Потом нужно смотреть, то есть, даже если это условие выполняется, что родители родились в какой-то третьей стране или в разных странах вообще, то есть смотреть, что делали родители, чем они занимались в момент рождения ребенка вот в той же Украине. То есть, если человек родился в Украине, родители в какой-то третьей стране, и если они постоянно в это время проживали в Украине, то есть, например, просто не жили, да, окончили институт и остались там проживать, то страну рождения родителей, опять же, использовать нельзя. Нужно, чтобы родители в стране рождения заявителя проживали временно. То есть, там была или командировка, или какая-то обязательная служба, распределения, только вот такой нюанс. Я понял. На самом деле, это очень резко ограничивает. То есть, допустим, вот у меня, скажем, отец родился в Украине, и мама тоже, да, а я родился в Москве. Но если бы я хотел, вот скажем, играть от Украины, то это было бы только... Нет, сейчас, подождите, сейчас я пытаюсь... Но надо знать, что делали ваши родители в России, когда вы родились. А они там уже переехали и жили в Москве. Вот, тогда страну родителей вы уже использовать никак не могли бы. Я понял, я понял. То есть, если, скажем, они были бы в отпуск, приехали, и вдруг там роды произошли, это одна история. Тогда можно по родителям. Да. То же самое, как если бы родители были там, папа военный, и там, фактически в командировке, там родились, вернулись обратно. Я понял. То есть, очень существенное ограничение – это то, что родители должны были постоянно проживать в этой стране в тот момент, когда я родился. Не постоянно проживать, а быть временно. Да, все. Вот, но при этом страну рождения супруги использовать можно всегда, безо всяких каких-то дополнительных условий. Ну, конечно, если она допущена к участию в лотерее. Ну, давайте мы прочтем, что написано так, да. Значит, если страна, от которой ты играешь… А, вон, неизвестно. Да, страна, от которой ты играешь, обычно, это страна, где ты родился. Обычно. Но это не относится к тому, где ты живешь. Это не относится, не связано с тем, где ты живешь. Если ты родился в стране, которая не играет, тогда есть еще варианты. Вот, иди и почитай. Ну, хорошо. Значит, у меня тут один человек даже жаловался, что он сказал yes, а потом не мог выбрать страну из списка. Ну, то есть, он хотел указать страну, там, в данном случае, была Эстония. То есть, понимаешь, он должен был Эстонию указать вот тут, где у меня Russia стоит, да, и идти себе дальше. Ну, вот, он, видно, хотел два раза указать. Ну, может быть, он не очень… Но бывает наоборот, указывают, например, Russia в пятом пункте, потом указывают no, и выбор страны снова указывает Russia. В принципе, это не будет ошибкой, хотя и логически это не очень объяснимо. Да, ну, он уже отказался от нее играть, а потом передумал. Снова выбирает ее. Хорошо. И, кстати, Михаил, еще есть тут уже, наверное, достаточно известный нюанс насчет Южного Сахалина и Курильских островов. То есть, американцы, Госдепартамент считает, что лица, рожденные ниже там определенной широты или на Курильских островах, должны участвовать внутри от Японии. Что невыгодно, да? Ну, азиатские страны, они, в принципе, да, считаются, что они, ну, там, по подсчетам менее выгодны, чем от европейских, но, опять же, с учетом того, что Россия сейчас обрезается, там, может быть, уже надо будет смотреть по данным, по итогам этой лотереи. Но при этом все равно указывать страну рождения надо Россию. А вот уже шестой пункт надо ставить no и выбирать тут Японию. Мое объяснение этому, я не знаю, как на самом деле, но мое объяснение состоит в том, что после Второй мировой войны не подписан до сих пор мирный договор с Японией, а по договору, который был в русско-японской войне, вот там, 904-5 год, значит, эта часть перешла к Японии. И оно как бы технически числится за Японию, хотя Япония притязания не имеет и все такое, но в общем... Ну, на Сахалин, на Курильские-то острова, она вполне... Ну, не на все, там они как-то вот, 4 островка там у них. Хорошо, значит, движемся дальше. Фотография. Значит, они... Некоторые правила здесь перечисляют. Есть целая инструкция по фотографиям. Есть у нас на сайте, на нашем канале пару видео про фотографии, которые мы делали там с разными людьми. Поэтому мы сейчас не будем проходить через процесс, там сказать, создания этой фотографии, а просто подгрузим. Я надеюсь, что у меня получится. Значит, на десктопе у меня была фотка. Только что я ее туда положил. Хорошее дело, ну-ка. Так. Вот интересно, правда? Я ее назвал теткой. Тетка, но промахнулся, получилось тека. Так даже лучше. Вот это фотография с сайта, правда? Да, да, да. Девилу 30. Вот, кстати, насчет сережек, вот, например, серьги, вполне... Да, хорошая фотография, open. Ну-ка, получилось. Все, слава богу. Значит, идем дальше. Почтовый... Михаил, если позволите, я насчет фото комментариев немножко добавлю. Конечно. Значит, во-первых, появились данные о том, что бывает выдается ошибка при попытке заодно отправить форму, когда в имени файла есть какие-то такие спецсимволы, но, в частности, восклицательные знаки. То есть лучше называть файл буквами, латиницей и цифрами. Не использовать никаких дополнительных символов. Так, ну что же, это как бы, да, лучше не брать на себя лишнего. Вот, кстати, я слышал несколько историй о том, что люди пытались заполнять форму с мобильных устройств, там, с каких-то там, не знаю, с элфона. И вот, когда доходило до фотографии, там проблемы были. Чего-то не показывало. Вполне возможно. Там же все-таки мобильные эти все браузеры, они, несколько функционалов у них урезаны. Да, да, это другие приложения. Это совсем. Хорошо. Значит, почтовый адрес. Насколько критичен адрес с точки зрения, вот, допустим, человек-то писал, черт знает что, ему как-то это может повредить? Нет, почтовый адрес, он нужен только для того, чтобы вам могли, в случае необходимости, правда, в связи с чем такая необходимость может возникнуть, я не знаю, потому что в последнее время бумажной почтой ничто не отправляется, могли отправить какую-то корреспонденцию. То есть этот адрес вы указываете, исходя из того, куда вы хотели бы получить письмо, если вдруг вам его напишут. Если вы ошибетесь, то последствия будут только те, что вы это отправление не получите. То есть это вы навредите только себе, но никаких там дисквалификаций за ошибки в адресе у вас не будет. Такой вопрос. Я слышал такое мнение, вот, люди говорят, дайте мне вот адрес в Америке, или там лучше я поставлю адрес приятеля, который в Америке, потому что надежнее доходит почта. Вот есть такое? Ну, это было актуально, там, я уж не помню, сколько лет назад, когда не было еще возможности проверить статус заявки прямо на сайте лотереи, когда информация о выигрыше, она рассылалась как раз вот бумажной почте, приходили такие notification letters, пакеты на указанный почтовый адрес. Тогда действительно был смысл указывать адрес в США как более надежный для этого. Ну, хорошо, тогда мы условно напишем, что, напишем Биллу Клинтону. Это, кстати, поле опциональное, его можно вообще не заполнять. Да, да, ну, поскольку мы живем там, допустим, люди, которые заполняют, они живут где-то, и они говорят, ну, пусть вручат лично Биллу Клинтону. Биллу Клинтону адрес пусть будет 123, там, я не знаю, Калифорния, Авеню, где-нибудь, город какой-нибудь, я не знаю, пусть будет Ричмонд, Ричмонд, Калифорния, нет, Калифорния, Калифорния, наверное, надо ниже, да, тогда, получать Ричмонд, пусть будет Калифорния, и пусть будет zip-код какой-нибудь там, 94-123. Хорошо. Некоторые считают, что этот адрес, это адрес проживания, на самом деле это не так, потому что вот и сразу задаются вопросы, а что будет, если я вот собираюсь переезжать в ближайшее время, какой адрес мне указывать? Ну, вот этот адрес, данный адрес к месту жительства не имеет никакого отношения к прямому, то есть вы можете указать любой адрес, который вы сочтете нужным. Значит, вы можете, например, вы можете жить, я не знаю, не дай бог там, где-нибудь в зоне вот этой АТО, да, там, Донбасс, там, все дела, и вы не уверены там в почте, случись чего, у вас есть тетя в Тверской области, да, вот даете, значит, пишете тете Маше и даете ее адрес в Тверской области. Да, вот, кстати, многие жители Крыма, они вот говорят, а что будет, если я укажу здесь вот свой адрес в российских реалиях, то есть там Россия, Республика Крыма и прочее, как отнесутся в этом году департаменте, ну, так не указывайте ради бога, если вы опасаетесь этого. То есть на самом деле письма дойдут прекрасно, но если вы боитесь, укажите там своих родственников либо украинский адрес, либо российский материковый какой-то адрес. Отлично, значит, движемся дальше. Страна, где ты нынче живешь. Вот тут на самом деле спрашивают, а если я вот студент, и я вот сейчас я живу там, скажем, в Чехии, но это у меня последний курс, и я вот там доучусь, и день там в июне вернусь обратно. Вот как быть? Да указывайте свою основную страну, если такая ситуация, потому что на самом деле, насколько я понимаю, это поле служит для того, чтобы как бы предварительно определить, в какое консульство пойдет человек, если его заявка будет отобрана. То есть если вы укажете, что вы живете там в Беларуси, находясь там на обучении, то вас направят в Варшаву. Хотя если у вас, например, гражданство России, основное место жительства это Москва, то вам и в Москву и следует ехать. То есть вы сами смотрите, насколько длительно ваше проживание вот в текущий момент в этой стране. Но даже если вы уедете обратно в другую страну, и надо будет идти на интервью, будет еще возможность, по-моему, при заполнении DS-260, будет вам сказать... Да, да, конечно. То есть ничего фатального в этом нет. Теперь вот с номером телефона. Говорят так, пишите тот номер, по которому вам надо было звонить из Америки. Из Америки надо было бы начать с 011, как международный. Дальше вот я недавно в прямом эфире заполнял пару дней назад, и я ставил черточки, дефисы. А мне говорят, что вот есть правила международного там чего-то, и там надо вместо дефисов ставить плюсики. Не вместо дефисов, насколько я знаю, вместо 011. То есть международный формат это плюс, то есть вместо выхода на международную линию это просто плюс. А дальше уже, соответственно, код региона, там 0, код оператора и ваш собственный номер. Ну, в то же время, вот когда мы с Раевским записывали, он говорит, вот пишите так, как вам надо было бы звонить из США. То есть не звоните так, как по международному какому-то коду, а звоните так, как люди набирали бы в США. Если я там кому-то набирать в США, и там будет написано плюс, и он не знает, что там это 011, понимаете, то это как бы чревато непонятками. Ну, Михаил, тут особо глубокого смысла заморачиваться нету на этом вопросе. А если вам звонить, например, будут из посольства, а не из там Кентакки-центра, то я указываю плюс, и дальше вот номер, как вот у меня... Давай сделаем, какого раз выгодите, плюс 7, это бывшая СССР. Да, Россия. Не вся СССР, это конкретно Россия, и, насколько я помню, там Казахстан тоже плюс 7, 4, чем идет. Ну, там условно 903, постройки белая. Не пробела, не черточки, ничего? А какая разница-то? Нет, ну можно... Это вопрос непринципиальный. Давайте, главное, 7, 4, 9, 5. А 9, 5, не важно, 4, 9, 5, Москва. Москва, давайте, 4, 9, 5, Москва. И опять черточку не ставить. Прямо как? 4, 9, 5, можно ставить, можно ставить. 123, 4, 9, 5, 123, 16, 48. Ну, ну, хорошо. Просто человек, который заполняет потом, он скажет, ребята, вы же скажите, как? А когда вы говорите, мы сделаем, как ты считаешь нужно? Он скажет, вот смотрел, время потратил, так мне и не сказали. Так это опциональное вообще поле, можно его вообще не указывать, на самом деле. Можно и не указывать. Теперь, имейл адрес. Он такой интересный, он вот во второй имейл. А, тут можно пейст, да, оказывается? Нет, оно не работает. А, не работает. На нем есть, но оно не вставляется. Ну, давайте что-нибудь напишем сюда. Имейл. Это без разницы, что это будет Gmail, или это будет какой-нибудь Rambler.ru, или там что-то. Как вот с этим? Без разницы, без разницы. Абсолютно письма приходят на все, на российские почтовые сервера и на Gmail. Комс, естественно. Ну, давайте напишем, что ж такое, ну, все, дедок, напишем, дедок, это, ну, что нам, дайте какой-нибудь, mail.ru, mail.ru, хорошо. Надеюсь, владелец адреса, не обидится. А я, честно говоря, даже не подумал, что это может быть реально кто-то, дедок там, но если ребята ему напишут, может быть, скажем так, ru, я извиняюсь, ru, ru, ну, хорошо. Да, вопрос по этому полю возникает, а можно ли, например, в двух заявках, то есть, например, когда муж и жена подают, указывают один и тот же адрес. Можно, не проблема. Окей. Хорошо. Я тоже говорю, что, скорее всего, проблем не будет, но чем бы вам не иметь два, например, ну, то есть, вот что за проблема иметь два. Ну, посредники, например, которые отправляют тысячи заявок, вряд ли они тысячу адресов заводят под каждую заявку, то есть, наверняка, они лепят везде один и тот же адрес. Хорошо. Хорошо. Теперь образование. На самом деле, при всей более-менее, более-менее понятной такой схеме, очень много вопросов возникает. В частности, это возникает там, где первая часть вопросов, которые я вижу, это когда человек пытается поставить что-то или хочет поставить что-то, что будет на момент выигрыша, но еще не является реальностью сегодня. Он говорит, я учусь в 11 классе, а к тому моменту я уже закончу. Значит, но, как бы, правило говорит, что мы заполняем на текущий момент. As of today, вот написано. As of today. Кстати, вот насчет этого as of today. Там, когда мы дойдем до детей, вот эта тонкость, когда говорят, исполнился 21 или не исполнился. Вот, если, допустим, ему завтра исполняется 21, а я сегодня заполняю, то сегодня ему нет 21. Но я смогу его с собой взять в случае выигрыша? Если такая ситуация, что завтра 21 год, то уже шансов нет. То есть, указать его нужно, если вы сегодня исполняете заявку, но проект уже визу получить не сможет. А сколько ему должно быть на момент интервью, например? Михаил, там есть формула какая-то для подсчета. Я просто не хочу врать, я не помню ее точно. То есть, там зависит еще от величины номера выигрышного, который вам присвоится в случае выигрыша. И там подсчитывается, на сколько месяцев замораживается этот возраст. То есть, если в случае 20-летний может поехать получить визу, есть случаи, когда не может. Но это лучше на форуме посмотреть, или там, если такие ситуации реально возникают, просто задать вопрос уже. Я понял, я просто думал, что может быть есть такой в лоб, такой прямой ответ. Если там еще не наступило, то сможете взять. Но такого ответа нет. Хорошо. Идем, значит, ну что, будем проходить по ним или что с ними делать? Я не знаю. Ну, давайте потихонечку пройдем. Вот, коротенько, вот охарактеризуйте. Ну, во-первых, как вы правильно сказали, что заполнять надо именно то, что вы сейчас на данный момент имеете. Так. Вот, значит, первый пункт сюда относится, ну, это опять же мое мнение, оно может быть с кем-то оспорено, естественно. Но я считаю, что так. Сюда относится вариант, когда человек учился в школе, но не закончил 11 классов. То есть, любой вариант учебы школьной без получения аттестата по итогам 11 классов я вот отношусь сюда. При условии, что, естественно, больше он нигде не учился. Ну, скажем, 9 классов пошел в техникум, но еще не закончил техникум, он будет primary school. Да. То есть, у него среднего образования еще нет на момент заполнения заявки, и вот это относится к этому пункту, по моему мнению. Вот high school no degree, это вот, Раевский говорит, это когда ты закончил, но вот аттестат тебе не дали. Может быть, ты выпускной экзамен не сдал там или что-то. Со справкой, как у нас говорят. Со справкой, да. Ну, скорее всего, да, но только на самом деле этот пункт, он опять же не позволяет участвовать в лотерее. То есть, для того, чтобы человек мог участвовать в лотерее, предъявляя свое образование, нужно, чтобы его документ об образовании позволял поступить в высшее учебное заведение. То есть, если человек закончил школу, но не имеет аттестата, то есть он не прошел государственную аттестацию, то в ВУЗ он поступить не может, и, соответственно, по образованию он не подходит. А вот у меня такой вопрос возникает. Вот, допустим, мы говорим, vocational school, да, то есть он после девятого класса или после одиннадцатого пошел в ПТУ, так сказать. Ну, в профессиональную школу, да. Профессиональную школу. Значит, теперь, да, если после одиннадцатого, то у него есть аттестат, но если он после девятого пошел, то аттестата у него нет. И тут еще написано, смотрите, как интересно, значит, у тебя должно быть как минимум аттестат об окончании средней школы, что ты прошел, значит, полный курс, и мы не принимаем какие-то эквиваленты или там что-то такое. Да, ну, описано, vocational school не принимается как подтверждение того, что у тебя есть high school диплома. Вот как с этим быть? Ну, на самом деле, просто это несколько оторвано от советских реалий, вот, и в инструкции для консулов, опять же, есть разъяснение, что вот эти vocational school, они не принимаются, если обучение в них не базирует, ну, не было одновременно и получение среднего образования. То есть, если это чисто вот профессионально какие-то курсы, там, например, пошли курсы в кройке и шите, грубо говоря, получили там профессию, но не получали каких-то общеобразовательных дисциплин и с документом полученным не могут поступать в тот же ВУЗ какой-то. А, то есть, грубо говоря, так, какая-то должна быть выписка, да, к диплому? В дипломе должно быть указано, да, что это диплом о среднем профессиональном образовании. То есть, с таким дипломом можно вполне участвовать и указывать vocational school и нормально проходить интервью. То есть, на самом деле, vocational school является подтверждением high school диплома для, скажем, стран бывшего СССР. Да, и по списку же он идет выше, как бы. Выше, конечно. Не меньше, но больше уровня образования, чем high school. Значит, это у нас ПТУ или техникум или колледж, как там сейчас называется. С ПТУ на самом деле есть нюансы. Советский ПТУ, вот то, что куда шли после 8 класса, ну, когда было 10-летнее образование, в ПТУ не давали среднее образование достаточно. Было 2 категории. Я хорошо это время помню. Значит, я работал в системе профтехобразования. Значит, были ПТУ, а были средние ПТУ. Значит, вот эти вот средние ПТУ давали, а просто ПТУ, да. Да, то есть, если ПТУ на базе 9 класса, ну, 8 класса или, как сейчас, 9 класса, и без получения среднего профессионального образования, с таким образованием участвовать нельзя. Да. Хорошо. Сам University Courses. Ну, вот объяснение, которое давал Раевский, звучало так, что если ты сдал хотя бы один предмет, хотя бы один экзамен в институте, вот, например, те, кто сейчас учится на первом курсе, они не попадают под сам University Courses, потому что они еще не сдали ничего. Да, ни одной сессии еще не было. Но, тут еще тонкость, вторая, которую я понимаю, что у него должна быть, ну, какая-то, я не знаю, какое-то документальное подтверждение того, что он сдал этот экзамен, зачетка, зачетка годится как документ? Ну, я думаю, да, в принципе, но, как правило, те, кто учится в институте, хотя бы на, там, даже на первом курсе, они все-таки имеют какой-то документ о среднем образовании. Да. То есть, там не будут, я думаю, придираться к этой зачетке, к указанному уровню сам University Courses, поскольку у них среднее образование, то уж точно есть гарантированно, раз они будут. То есть, никакого навара от того, что у тебя есть сам University Courses, нету. Больше того, если ты, имея сам University Courses, допустим, ты учишься на втором курсе, но написал, что у тебя High School Degree, к тебе претензий не будет по этой части. Да, я думаю, нет. Это, вообще, вот эта градация по уровням образования, она появилась тогда, когда хотели вводить квоты, там, на разные уровни. То есть, сколько-то вис выделять лицам, только имеющим, там, грубо говоря, магистрский уровень. А было такое, да? Ну, это было уже достаточное количество лет назад, то есть, вот, ввели эту градацию, но это все так не прошло через все эти законотворческие... Хорошо. Теперь, значит, посмотрите, University Degree, это вот, ну, скажем, мой советский пятилетний курс, там, да, институт связи, я закончил, да, он, ну, университет Degree, ну, хорошо. У нас не было бакалавров, там, мастеров, ну, там, высшее образование. Я тоже заканчивал еще, я не бакалавр, то есть, от инженера, специалиста... Теперь, вот, мастер, мое, как бы, внутреннее, вот, убеждение состоит в том, что, вот, когда мы находимся в США, я-то просто это проходил все, когда ты приезжаешь в США, и ты хочешь сказать, что ты мастер, то тебе надо тогда пойти и сделать, так называемый, evaluation. Есть организации, они лицензированы, у них федеральная лицензия, и они могут оценить твой диплом, там, они смотрят выписку к этому диплому, там, ты пишешь им, сколько часов был, какой курс, чего еще, и они говорят, это эквивалент, там, скажем, бакалавра, или это эквивалент мастера. Но сказать, что это мастер, вот, у меня, как бы, рука не поворачивается, поскольку есть лицензированные организации, которые это делают, а вместо них я теперь скажу, вот, вот, меня эта часть смущает. Ну, на самом деле, это тоже не сильно такой принципиальный вопрос, но у нас же сейчас двухуровневое высшее образование, то есть, есть бакалавриат и магистратура. Так. Человек, который после, получив диплом бакалавра университета дегри, пошел в магистратуру, он по итогам получает диплом магистра. То есть, фактически он же мастер. Соответствует, да, мастер стегри. А, хорошо. То есть, если у него есть тамошний магистр, магистр пишешь мастер и все. А если ты получил бакалавра, но еще не магистр, то пишешь сам graduate level courses. Ну, опять же, да, при условии, что там сданы какие-то предметы, которые вот в выписку из отчетной книжки пойдут, так уже с итоговой оценкой. То есть, ты уже по такому просто принес. Учишься в аспирантуре, сдал какие-то, сдал один кандидатский экзамен, говоришь, там сам doctor at level courses. Кандидатский минимум хотя бы один сдан по какому-то методу. А это доктор PhD, там, кандидат наук. Ну, это все, что выше, кандидата, доктора, то есть все, что выше, это уже к этому пункту относится. Ну, вопрос заочности. Значит, я знаю, что есть дискуссия на форуме, и есть два мнения. Одни говорят, что поскольку не принимается эквивалент школьного образования заочный, то, значит, это относится и к остальным видам образования. Есть мнение, когда говорят, что поскольку про школьные сказано, а про другие не сказано, то к другим и не относятся. Кроме того, можно сказать, а вот, допустим, вечерняя школа, кстати. Вечерняя школа – это что? Это полный курс? Ну, она, конечно, это же люди ходят, там, сидят за партой вполне традиционно. Хорошо, потому что, вот, как бы, получается, заочный, как бы, не годится, онлайновый, наверное, тоже не годится, вот, я не знаю. Ну, хорошо. Ну, вот, я считаю по этому поводу, что очный, ну, то есть традиционным обучением нужно получить среднее образование, то есть это, как бы, граница идет допустимости-недопустимости участия в лотерее. То есть, если среднее образование получено очным образом, там, вполне традиционным способом, то все, что выше, ваши вузы, университеты и прочее, даже если они будут заочные, они вполне котируются и можно соответствующий уровень указывать. Значит, очность включает вечерняя? Да, вечерняя, конечно. Хорошо. Значит, да, семейное положение, так скажем, да. Значит, unmerited, который никогда не был женат. Да, не женат и никогда не состоял в браке. Так, теперь, значит, женат, и моя жена не гражданин США, не обладатель грин-карты, то есть она со мной не поедет, ей не надо со мной визы. Нет, 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 наоборот, не. А, из ног, да, 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 из ног. Да, значит, это вот, допустим, вот наши зрители в основном в этой категории. Да, кстати, вот опять же, вот появилось несколько этих градаций дополнительных и сразу стали возникать ошибки, то есть вот пишет человек, а я вроде указал, что я женат, а почему-то у меня не спрашивали информацию про жену мою, я не вводил, и у меня заявка ушла уже. Это нормально? А он указал, что она... Ответил в третий пункт. Ага, да, да, да. Ой, так. Третий пункт как раз ввели для того, чтобы не вводить лишних данных, поскольку не требует указывать супругов, имеющих уже грин-карты или гражданцев США. Издить не то же самое. Да, издить не то же самое. Теперь, значит, разведен, то есть был женат, но разведен, овдовел. Легали-сепарейтед, такой категории особо нету, да, там, в бывшем СССР? На постсовестном пространстве нет, да, такой категории, она не применяется. И более того, есть случаи, когда человек указал это и был дисквалифицирован. Вот так уж, то есть не трогаем. Да, это нужно не трогать. Хорошо. Начальник говорит, если супруга, гражданка или обладатель грин-карты, не указывай. Вот как раз вот третий пункт. Хорошо. Теперь количество детей. Значит, давайте я скажу, а вы меня поправьте, если чего. Значит, я указываю количество детей, которые, во-первых, моложе 21 года. Второе, неженаты. Тут может быть 19 лет, но женат, я его не буду указывать. Значит, моложе 21, неженаты. Это мои, мои усыновленные, жены от всех браков, и мои от всех браков, и жены усыновленные. Сюда не включается опека. Дети, которые у меня под опекой, не включаются. И общее количество детей, которые можно ввести в это поле, ограничено 20. Ну, я насчет 20 не проверял, это, скорее всего, от Раевского уже информация идет. Проверял. А, проверяли. Вот, ну, все верно, да. Потом часто вопрос возникает, если нету детей, что вводить? Ноль или просто оставлять поле пустым? На самом деле, не принципиально. То есть, этот и тот вариант применим. Потом, если есть у вас ребенок, рожденный в США, то есть, соответственно, гражданин США, и просто указывайте общее количество детей за вычетом этого ребенка. То есть, если у вас два ребенка, один гражданин США, другой нет, то указывайте, что у вас один ребенок. Ага. Так, сейчас. А вот тут написано, если ребенок гражданин США или имеет грин-карту, не надо его сюда. Да, отлично. Вы читаете, из общего количества вы читаете этого ребенка. Ну, давайте напишем один, так, чтобы там далеко не ходить по этой форме. Вот еще по поводу детей есть один такой вот сложный вопрос. Когда человек, вот отец, например, развелся с матерью ребенка своего, она снова вышла замуж, и ее муж хочет усыновить этого ребенка, отец, биологический отец, он должен написать нотариально заверенное согласие на усыновление, и потом будет судебная процедура по усыновлению, и ребенок фактически получает нового отца, ему выписывается новое свидетельство о рождении, в котором старый отец уже никак не фигурирует, там отцом записан новый отец. И старый прежний отец, да, он теряет вообще юридическое, как бы, отцовство, все, утрачивает. Вот по поводу таких детей, более того, у него даже иногда нет сведений вообще о том, где этот ребенок сейчас находится, не как его зовут, и тем более фотографий он получить не может. Вот. В таких случаях, наверное, все-таки таких детей учитывать не нужно. Но если он официально, как бы... И он не может его с собой взять, правильно? Безусловно, да. Хорошо. Тем более того, указав этого ребенку, указав даже если эти данные доступны, он может нарушить трено усыновления, то есть это нарушение закона будет. Значит, я уже натыкался на то, что если эта форма висит больше 30 минут, то нам придется сейчас заново заполнять, поэтому я нажму continue, и посмотрим, она прошла, не про... заставит нас заново все. Да. Ну, давай, мы сейчас быстренько заполним, значит, там CRVD, да, у нас. Submit. Некоторые говорят, а меня вначало выкинул. Это вот то, что произошло. Фамилия. Значит, как я там была у меня? Зиновьев. Зиновьев. Иван у меня был. Сейчас быстро сделаем. Значит, нет middle name, он у нас мужчина. Родился, ну, неважно, месяц 11, день 22 год, 1900. Ну, пусть будет... А, кстати, вот видите, у нас выскакивают внизу данные, которые вы ранее вводили. Вот, опять же, возникает вопрос иногда. Я вот, ну, нажал submit, у меня заявка непонятно, потому что не ушла, ошибка выскочила. И вот, если повторно ввести вот все данные, которые были, они выскакивают снизу, то, если это заявка уже есть в системе, то система так и напишет, что вы пытаетесь подать дубликат, и нельзя это делать. В принципе, такая есть проверка. То есть, система предотвращает дубликат, на самом деле? Абсолютно. Если это абсолютно для дубликат, то есть там с точностью до всех запятых, и то же самое фото, то повторно такую заявку подать она не даст. Понял. Хорошо, значит, энтранд фотография у нас есть. Вот у нас женщина красивая, с сережками. Так, видите, мы уже раз, 7 пунктов. Значит, тут тогда ничего не пишем. Тут, ну, и давай напишем там, напишем, да, по-английски мы пишем, мы пишем, тетя, тетя Маша. Там вроде был Клентом. Ну, мы уже так. Тетя Маша. Значит, давайте мы дают в эту, деревня, деревня Ивантеевка. Мы люди креативные, что там? Я тут писать надо так, как почтальоны ваши деревни. Ивантеевка. Там, допустим, Клинского. Сититаун обязательно написал. Ого. А Сититаун я не написал? Ивантеевка. А, это же адрес Лайн. Подождь, а что такое? Миночка, что такое будет адрес Лайн? Ну, это улица, квартира. Окей, окей, окей. Ну, давайте написим, я извиняюсь, улица Ленина, да, улица Ленина, 4, улица Ленина, 4, Ивантеевка, ведь как на ходу-то, Ивантеевка, Клинского района. Клинского района. Кстати, я по поводу пока прокомментирую. Вот, Д, пункт, Е, например, в случае Москвы, Москва не входит ни в какую область, ни в какой район, то тут просто в пункте Е подублируйте название города. Москва, Москва получится. Д, Москва, Е, Москва. Да, так, хорошо. Почтовый код, ну, там, я не знаю, там, 176, 976. Так, country, Russia, да, у нас было. Окей. Где я живу сейчас? Опять у нас Russia. Так, 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 phone number. Значит, у вас опускаем. Опускаем. Так. И знаете, как от греха подальше, это пусть будет. Плюс 7, а вот у нас и номер, наберите сюда. Плюс 7, email, Misha, 1, 2, 3, at gmail.com Значит, Misha, 1, 2, 3, at gmail.com Сам доктор level courses, merit. Ну, допустим, что жена не гражданка США. Обманем. Для этой части. Количество детей, скажем, 1, что правда. И говорим, пошли на вторую страницу. И мы помним, я еще раз, для тех, кто по этому видео заполняет, я хочу сказать, что мы никогда не возвращаемся на предыдущую страницу в браузере. Да? Здесь кнопочку back. А мы нажимаем вот это back to part one. И вот только так переключаемся. Да, ну, об этом много сказано. Теперь жена. Ну, и то же самое, что и со мной, правильно? Жена. Пусть будет там по паспорту, как там у нас положено. Иванова. Там, допустим, Наталья Петровна. С большой буквы напишем. Мы аккуратны. Middle name у нее нету. Родилась она 10... 11... 1900, я не знаю, 75. Жена, вот Раевский, обращал внимание, что можно и мужчину поставить, поскольку... Да, теперь однополые браки стали допустимыми. Да, но у нас все традиционно. Родилась она у меня в Киеве. Ой. Киев. Так, родилась она... Часто задают вот украинские города, как писать транслитерацию с русского языка или с украинского. То есть Киев там или Киев. Да, как правильно. На самом деле я советую по-украински писать, но ошибкой не будет и вот такой вариант. Знаете, что, поскольку мы с вами сейчас находимся... Тут ребята видят мой экран. Значит, я могу здесь написать, скажем, Ukraine. Давайте посмотрим. Вот говорят, смотри, как в Google Maps написано. Вот у нас Украина, вот у нас... Так, где у нас тут? Киев, Киев, Киев. Вот он. Киев. Вот, смотрите, вот как я написал. У меня пока не видно. Вот. как мне. Вот, Антон, там еще. А, ну, хорошо. Нет, я уже вижу, что у вас обновилось. У меня тут есть контроль. Вот, вот, Киев. Видите, где курсор ходит? Вот тут. Значит, у меня здесь Киев написан, так как я написал. Ну, окей. Я говорю, что это реально вопрос, да. В этом случае у меня есть на что сослаться. Я говорю, а Google Maps вот так пишет. Хорошо. Ukraine есть. Spouse, фотография. Ну, прости, жена. Вот, значит, так, взяли фотографию. Идем дальше. Теперь ребенок наш пошел. Значит, ребенок, допустим, это last name. Last name, пусть будет, например, там, Goldman. Goldman. First name. Пусть будет, Мария. А, ты что-то с маленькой буковкой проскакивает. Нету тут ничего. Месяц. Ну, пусть будет, 03, день, 19, 2028. Пусть будет. Так. А, это дети-дети. Девочка. Значит, раз Мария родилась, она, надо что-нибудь такое взять. Ну, пусть будет Тверь. Я люблю Тверь. Пусть будет Тверь. Раша. Так. Бум. Вот у нас Раша. И ребенок и фотография. Но ребенка и на жену, надо сказать, очень мало информации. Прямо даже неудобно. Как-то вот так. Ну, они зависимы, аппликанты. Да. Что, все? Что же, как быстро-то все произошло? Да. Он сейчас даст проверить снова данные повторно. Вот именно вот эту страничку желательно сохранить, чтобы потом видеть. Я, например, советую, да, тем, кто заполняет, вот правой кнопочкой на мышке нажал, сказал, сейф из, и прям сохранил на дисклопе всю эту вот историю, история вот она есть. Она меня теперь сохранилась прямо на компьютере. Можно распечатать, да, я могу тоже нажать правой кнопочкой искать. Скриншот можно сделать, можно распечатать. Гениально. Но скриншот, он, не весь документ подхватит, а то, чтобы выиграть. Там несколько скриншотов. Несколько скриншотов, а я прям весь файл сохранил и так, в общем, как бы гарантировал себе некоторую, так сказать, защищенный. Я, например, вот эту страницу печатал на PDF-принтер, то есть просто сделал PDF-файл из этого. Да, да, это когда ты говоришь Save As и... Нет, у меня просто виртуальный принтер, а я извиняюсь, я это моя ошибка, да, я, значит, print, и можно сказать, что хочешь в виде файла сохранить. Просто очень многие люди никогда этого не делали. То есть они не печатали файл. Вот. Ну, что-то он у меня медленно это делает, я не знаю почему. Может быть, документ... В принципе, надо бывает достаточно просто вот сфотографировать, можно, грубо говоря, на смартфон взять это и сфотографировать. Да. хорошо, ладно, значит, давайте мы отсюда тогда уйдем. Так, мама, ага, сейчас мы отсюда убежим. Я пытаюсь найти, как закрыть страничку. У меня тут несколько страничек на страничку, поэтому я cancel нажмем. Хорошо. Вот. У нас появилась вот эта страничка, и мы можем, например, нажать кнопочку и сказать submit. А можем пойти на предыдущие две странички. Если какие-то ошибки обнаружились. Вопрос. Вот. Мне некоторые говорят, вот вы нажали кнопку и отняли у кого-то какие-то шансы. Вот если я сейчас кнопку нажму и номер получу. Жмите спокойно. Шансы людей отбираются в несколько раз больше, чем число доступных виз. То есть, если даже ваша заявка вдруг окажется отобранной и вы не получите по ней визу, то эти визы просто достанут в следующем в очереди. Но просто люди говорят, так бы он попал в эту очередь, а так получается, что вот они... То есть, он не попал в эту группу отобранных с запасом. Ну, Михаил, тут... Ну, что... Ну, давайте... Через вероятность, она такая штука... Хорошо. Мы делаем... Я искренне считаю, что никому не напряжу, но давайте мы нажмем... Я почему это делаю? Потому что я хочу, чтобы ребята увидели, что должно быть на выходе. Уже очень часто... У меня вот там какие-то четыре цифры вышли, а у меня там чего-то еще вышло, понимаете? И он не знает, он сдал, не сдал. Вот это должно быть. Правильно? Да. Вот это обязать... Вот это даже важнее сохранить, чем предыдущие вот формы, данные из формы. Вот можно кнопочку «Принт», нажать и распечатать на бумажку. А можно еще раз сохранить на десктоп «Electronic Vizel». Так, ну-ка, сейв. А, там не поменялось. Давайте я какую-нибудь поставлю. Там напишу «Final». Да, там что-нибудь такое. Вот и сохраню к себе на десктоп. Вот у меня все есть. Знаете, что я даже думаю? Давайте я, может быть, закрою свой браузер. Так? Эксперимент такой. И вот у меня вот этот вот, вот видите, вот один файл сохраненный, вот этот, и второй файл, который «Final». Вот я хочу показать, что у меня сохранилось. Вот, правда? Здорово. Да. Вот на иконочку там раз, и все сохранилось. И вот здесь, кстати, вот видно, «Entre-end name Zinoviev-1». Очень часто, почему-то, я не знаю, по неведомой мне причине, путают имя и фамилию, тогда здесь будет написано «Ivan-Zinoviev». Соответственно, при проверке надо будет указывать не фамилию, а имя. При проверке статуса заявки. Насколько я понимаю, когда первым идет «Furster name», потом «Last name», то имя, потом «Family», там запятую не ставят, а запятую ставят именно когда сначала фамилия. Да, но если напутали в заявке, то вот будет наоборот здесь. «Ivan-Zinoviev». Да, когда проверяешь, идешь вот как тут. Вводить при проверке надо только фамилию, имя не берется. А вот этот длиннючий номер жуткий, это вот зачем он? Цифровая подпись, но это для заявителей это не имеет значения. То есть это какой-то идентификатор внутренний. Когда выйдет тираж, а человек потерял свои данные, компьютер у него там, не знаю, переформатировался на ходу, я не знаю, что-то случилось, потерял. С какой информацией он будет потом запрашивать свои результаты? А вы можете, кстати, вот ссылку «Endron Status Check» кликнуть, и мы попадем туда, вот в этой же форме, ниже там, голубым она подсвечена. В этой? Вот тут прямо? А, вот это. Да, 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 да. Так. Это за прошлую лотерею. Да, ну она сейчас же доступна проверка 2019-2018. Что, нажать прямо сюда? Continue. Да. Значит, confirmation number. Они говорят, ну-ка, давай сюда свой номер. А тут говорят, забыл. Забыл. Да. Ну-ка, пошли. Он говорит, давай фамилию, давай first name, все в точности дата рождения, и email. E-mail. Причем email не обязательно иметь к нему доступ, главное знать, вот как он был записан. То есть даже если в email ошиблись и указали не свой ящик, а там какую-то букву пропустили, то ничего страшного, если у вас нет доступ к этому ящику. Главное, что вы знаете, как он был написан. И когда я скажу submit, он прямо мне здесь номер напишет, да, на экране? Он выдаст вам информацию, да, в статусе. Он не будет мне слать его по email, а он мне просто... Нет, 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 прям все вот сразу здесь, на месте. Ну, я думаю, это хорошая новость для тех, кто переживает, а вот я потерял, а вдруг я потеряю. Кроме того, что сейчас есть люди, которые выиграли в 2018, да, и тоже они сейчас переживают, не могут найти что-нибудь, вот все оказывается есть. Да. Ну что же, я думаю, что мы, как сказать, сделали что-то такое, дай бог, полезное, даже если один человек вот на основании этого всего, там как-то кардинально свою жизнь изменит к лучшему, то уже стоило того. А на самом деле, я думаю, что гораздо больше будет людей, которые это все посмотрят. и давайте я тогда от имени наших зрителей, тех, кто будет смотреть, поблагодарю Дениса. Да, если что, на форуме я стрелец. Да, на форуме говорим про ЕС, это стрелец. Ссылка на форум у нас под каждым видео, у нас больше 6000 видео, 6200 видео, под каждым видео есть ссылка на форум. Это первая ссылка, которая у нас есть. Я не знаю, там форумные статистики видно, там что люди какие-то ходят, там у меня нет возможности посмотреть. Через ваш канал? Не знаю, может быть у администраторов видно, откуда они приходят, но не важно, это на самом деле. Не важно. в общем, мне было приятно знать, что люди находятся в море. очень много людей пишут, что как раз там есть целая тема о том, как вы узнали о форуме говорим про ЕС, и в последнее время, вот последние годы, я бы сказал, очень много именно через ваш канал туда приходят. Ну, я на самом деле очень рад, я как бы, я считаю, что это совершенно уникальное явление, вот, в иммиграционных делах, и при том, что некоторые жалуются там, что там, когда надоедают одним и тем же вопросом, то их может быть не очень любезно там привечают, но, во всяком случае, совершенно уникальный источник информации, просто сказочный. Я думаю, что ни одну жизнь этот форум уже изменил самым кардинальным образом, то есть, я думаю, там счет на тысячи идет, поэтому, вливайтесь, ребята, и как бы, узнавайте всю остальную информацию, там, и давайте мы, Денис, давайте мы пожелаем всем, кто смотрел это видео и заполнял, по нашему видео, чтобы все они обязательно выиграли, правда? Безусловно, конечно, желаю всем успеха, и себе, в том числе, я один из участников лотереи, хорошо, ладно, всем счастливы, всем успехов, и спасибо большое всем, кто досмотрел, то, что вы лайк уже поставили, я даже не сомневаюсь, а если вы еще не подписаны на канал «Голос Силиконовой Долины», я просто удивлен, вот, я каждый раз стесняюсь, потому что получается, что я говорю, граждане, подпишитесь, это же в ваших интересах, и я как-то стесняюсь, что человеку, ему нужно, а я его уговариваю, так сказать, все, ребята, счастливо, и до новых встреч, до свидания.